Если близко воробей, мы готовим пушку. Если мы, то мы побежим, взять ее на мушку. Настоящие охранники на мультяшных мало похоже. Эти люди, хоть и не служат в правоохранительных органах, должны обладать знаниями и умениями, достаточными для охраны имущества и правопорядка на подведомственной им территории. И главное присуществление своих полномочий не создавать опасность для окружающих, ведь их рабочий инвентарь – оружие. Частная охранная деятельность в России существует более 25 лет. Раньше охранные агентства контролировали полицейские. Теперь – лицензионно-разрешительный отдел Росгвардии. Но требования, предъявляемые к охранникам, остались высокими. На территории Японской области зарегистрировано 193 частных охранных организации, в которых трудоустроено свыше 3,5 тысяч частных охранников. Под охраной данных организаций находится свыше 10 тысяч объектов, как физической, так и пультовой охраны. В федеральную службу войск национальный гвард осуществляет лицензирование данной частной охранной деятельности, то есть выдают лицензии на осуществление определенных видов охранных услуг. Также выдают удостоверение частным охранникам, физическим и простым лицам для дальнейшего трудоустройства в охранную организацию. Охранниками не рождаются, ими становятся. В нашем регионе 5 центров, где обучают будущих охранников. Вот один из них. Здесь чоповцам преподают правовую грамотность, учат их обращаться с наручниками и губинками, тренируют навыки стрельбы. Перед выполнением упражнения, как в реальной ситуации, нужно предупредить о намерении стрелять. Стой, применяю оружие. Правый стрелок. Готов? Готов. Стой, применяю оружие. Левый, правый, трезачетный. Внимание. Огонь! Не меньше меткости для чоповца важны компетентность и здоровье, как физическое, так и психическое. Лицензию охранника приходится подтверждать каждые 11 месяцев, со всеми сопутствующими процедурами. Проходить психологическое и медицинское обследование, теоретический экзамен, а также зачет по стрельбе и умению обращаться со спецсредствами. Охранники 4-го разряда пользуются специальными средствами активной обороны. Палка резиновая ПР-73М. Наручники БРС, БРС-1, БКС-1 и БОС. Охранник 5-го разряда добавляется гражданское травматическое оружие. И охранник 6-го разряда добавляется служебно-травматическое оружие МР-471, служебное оружие ИШ-71, ИШ-71-100 и гладкоствольное оружие САЙГА-410 или 12-е. Охранять приходится не только торговые точки и производственные помещения. Чоповцы работают в школах. Их обязанность – следить за безопасностью детей. Тут без умения ладить с ними – никак. Чтобы охранять школу, необходимо человеку, что еще помимо его принадлежащего качества, еще в какой-то степени, хотя бы начальные, педагогические. Потому что дети – это наше будущее, мы должны быть корректны. И это как губка. Они впитывают все наши действия, наше поведение в этом поле. Поэтому охранник должен не только сидеть, а он должен контролировать. А еще нужны стрессоустойчивость и терпение. Видеозапись урока, который Чоповец решил преподать ученику одной из Ивановских школ, растиражировали все центральные телеканалы. Теперь в охране этот человек работать не сможет. Вообще у секьюрити больше обязанностей, чем прав. Шаг влево, шаг вправо, превышение полномочий. Например, обыскивать или досматривать охрана торговых центров не может. Их юрисдикция – задержать возможного злоумышленника и вызвать полицию. Оружие применить охранник может только в крайнем случае. Охранники имеют право применить оружие только в случае необходимой обороны, либо крайней необходимости. Когда в опасности люди, а так они в основном контактируют с сотрудниками органов внутренних дел. Их главная задача – вовремя доложить. Вовремя доложить, контролировать. Нарушениями охранников занимается Росгвардия. По факту неправомерных действий секьюрити они инициируют проверку. Если факт подтверждается, штрафуют, могут отобрать лицензию. Только такими суровыми методами реально удержать частные фирмы в рамках правового поля. Пока метод работает безотказно. ЧОПы действуют во благо граждан, но под контролем. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.